Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую в нашей студии Марину Сазонтову. Первого секретаря Кировского горкома КПРФ. Теперь так представляем. И депутата законодательного собрания 5-го созыва. Там еще и гордума была в вашей профессиональной практике. Добрый день. Добрый. Добрый день. Марина Сергеевна, тема такая, что сегодня никуда от нее не деться. Все, конечно, обсуждают вчерашний день России. Все обсуждают вчерашние митинги. В разных городах они прошли по-разному. Где-то были массовые задержания. Так как в Москве и в Петербурге сейчас уже начинается вынесение решения судов. Кого-то арестовывают из задержанных на 10 суток. Кого-то приговаривают к штрафу. В Кирове во многих региональных городах акции прошли более-менее мирно. Особенно там, где они были согласованы. Где место их проведения было заранее определено. И не менялось по ходу, как в Москве. Претензии следующие. У большинства экспертов такого либерального и оппозиционного толка. Как можно в День России задерживать людей, вышедших на митинги с российскими флагами под звуки российского гимна. То есть то, что проходило вчера в Москве. Как вы думаете, вчерашние события в Москве, это все-таки следствие провокации некой со стороны Алексея Навального? Или же это заранее было определено, что так или иначе найдется какой-то повод для задержания массовых? Конечно, я не люблю сослагательных наклонений. Если бы. Или предположительно. Потому что работа в журналистике, она приучила, по крайней мере, получать информацию из двух-трех каналов, чтобы сделать более или менее какой-то точный прогноз или определение тому, что произошло. К Дню России как можно относиться? У меня отношения своеобразные, потому что первоначально это День независимости России. И я всегда задавала вопросы, чего независимость. Как ни парадоксально, сегодня идет независимость в некоторых от Конституции Российской Федерации, когда действительно право прописано каждого в участии в митингах, собраниях и так далее. Но вот на местах, в том числе и в центре, и у нас в области, начинаются некие, вы знаете, так сказать, в Конституции прописано, а ее начинают так вот эти положения обволакивать такой кружочек, да, московская там, окружная дорога и так далее. Вот тут нельзя, там вот не стоит, значит, здесь там согласование и так далее. Не ходите за флажки. Да, и это, конечно, всегда вызывает, чем больше ты вводишь всевозможных запретов, ну, как физику мы изучаем, сообщающиеся сосуды, да, когда ты начинаешь давить в одном выплеск, будет в другом. Так что, я думаю, одна, может быть, из составляющих вот такого заявления вот этих митингов, то, что люди чувствуют ограничения, которые везде вводят, и хотят проявить свое отношение к тому, в общем-то, требуя выполнения положений нашей Конституции, а не каких-то своих личных амбиций. Второй момент. Да, этим очень многие пользуются. Мы можем на Киев сослаться. У меня там тоже есть знакомые, которые говорили, нам надоели, прошу прощения и слово, заржавшиеся, да, вот это все верхушка, и мы вышли. Кто этим воспользовался? Мы, кстати, в истории всегда проходили, да, когда выходили настроением протеста, к этому всегда подсоединялись некие, так сказать, решая свои проблемы классовые, там, личные. Еще один момент, который меня тоже настораживает, митинг, который и в Москве, там, и был у нас, да, в столицах, здесь более спокойно прошло, выявляют молодежь активную, которым очень легко приписать. Ну, видимо, структурам власти выгодно выявить этих ребят и вовремя их удалить, чтобы потом они не начинали более активную деятельность, знаете, как пенку, так вот эту снимать, как сливки, да, снять, чтобы, а без активистов таких рьяных уже будет постепенно, так сказать, созревать следующее, да, снова снимается и так далее. Я допускаю, что и это делается для того, чтобы выявить не зачинщиков, но более активных молодых ребят. Марина Сергеевна, но ведь митинги в Кирове организовывали люди, которых сложно заподозрить в каком-то сотрудничестве с властью. Я не говорю только о Москве, я говорю в целом, когда ребят... Я про Киров говорю. Так, но в Кирове, как говорят, все прошло спокойно, у нас там были комсомольцы, смотрели, и как через, в целью безопасности они через рамки эти проходили, да, чтобы все это было. Ну, в данном случае у молодежи была возможность, молодых там было много высказать, и, так сказать, каждый должен был понять, для чего. Очень много новых лиц там было, все отмечают, и в Кирове, и в Москве. Да, выходной, так сказать, люди хотят понять, возможно, пришли не только там в поддержку для того, чтобы разобраться, а что это вообще такое. Для кого-то это было разочарование, как мне вот сказали, кто-то, ну, так сказать, посмотреть. Поэтому однозначной оценки не могу сказать. Меня там, к сожалению, не было, или, к счастью, я не могу сказать. Вот. А то, что касается Навального, я не знаю, меня удивляет отсутствие информации или нежелание с этой информацией познакомиться. Он не Димон, да, вот Навальный этот фильм сделал вброс, когда спрашивают, да, смотрели, ну, там что-то слышали. Я говорю, ну, а дальше ход, вы в курсе, что наша фракция КПРФ в Госдуме вышла с предложением обратиться в Генпрокуратуру? Если это правда, принимайте меры премьер-министру, да? Если это ложь, привлекайте за клевету. И? Сколько у нас депутатов в Госдуме? Ну, я... 450. Нет, я думала, вы про КПРФ спрашиваете. Нет, а я скажу. Я так понимаю, большинство Единой России. Ну, 450 депутатов. Так вот, голосование, в голосовании по этому вопросу приняли участие только 45 человек. Так. Справедливые там, этот ЛДПР, который шумит, вяжет, что вот они какие за справедливость. Все сидели, прижавшись к своим креслам, точнее, руки прижав, да, естественные ядросы. Голосовала только фракция КПРФ, 42 человека, наши депутаты, и еще трое, которые против. Вот сегодня лакмусовая бумажка, кто реально кто-то что-то хочет сделать, добиться справедливости или конкретного, правдивого ответа. Это правда или ложь? Это только наша фракция КПРФ, и не примазывающаяся, так сказать, к ним оппозиционная партия. Вот на этот вопрос можно говорить конкретно, это документ. И когда вот так начинают где-то заводить кому-то что-то, давайте на документы ссылаться. Не только я там на обещание, а на какие-то конкретные позиции свои. Поэтому к митингам, и когда вот так испугались наши коммунисты, наши, да, КПРФ на театральной площади у памятника Ленину, который мы вот всегда проводим, да. Нет, это могут только развлекательные мероприятия. И мы проводим, если после демонстрации, так сказать, концерт устраивал, у нас есть и гармонисты, и там другие, да, творческие люди. Ну, ребят, зачем прятаться? Боитесь людей, которые пришли? У нас еще не доходит до каких-то столкновений там, да. Хотя я помню демонстрацию 7 ноября, вот еще, по-моему, при губернаторе Шаклея не было, да, когда выстроили, и мы шли на точку, где вот собирались у памятника Степану Халтурину, да, через ряд сотрудников внутренних органов с собаками. Вот это было очень интересно, проходить сквозь такой строй. То есть настолько вас боялись тогда? Ну, вот так сказать, это я не знаю, наверное, кто там посоветовал или так, пропустить вот через такой строй, устрашающий, или что они хотели дать. А на театральной площади выставили, значит, пожарные машины с водометами и так далее. Мы все равно пришли. Разгаряется буйных участников. Да, поэтому, понимаете, не надо дразнить, не надо красной тряпкой вот так махать, да, потому что кроме отрицательной оценки власть такими действиями не заслужит. Можем ли мы прогнозировать, что будет дальше? Ну, Алексей Навальный сейчас на 30 суток арестован, но когда-нибудь он выйдет из-под ареста. Активисты, которых задерживают на 10 суток, тоже выйдут. Ну, вы знаете, иногда вот... Ну, если он несправедливо осужден, он осужден. И, так сказать, я не думаю, что там какие-то мелкие делишки, там что-то он взял без спроса. Поэтому идти за человеком, который получил реальный срок, ну, я имею в виду осужден, да, и, так сказать, ни апелляции, ничего не были, так сказать, приняты, а осталось решение суда в силе. Вы знаете, вот, ну, как сказать, каждого из нас можно обмануть. Увы, ну, природа наша, да. Но дважды солгавшему уже никто верить не будет. Таким людям, ну, я не знаю, борьба с коррупцией, что мешало здесь, эту коррупцию в нас, в области, не допускать, когда он здесь был. Ну, мне кажется, у него, наверное, статус был немножко иной. Не мог он, так сказать, здесь заниматься. Но, по крайней мере, он и не говорил об этом, о какой-то своей позиции, да, решал свои, там, или чьи-то корпоративные, там, вопросы. Понятно. Нет у вас доверия Алексею Анатольевичу? Нет, доверия нет. Нет. И тем более это показывает даже Госдума, которая вот не захотела правду знать. То есть они и Навального погладили, а зачем осуждать, если это клевета, да? Ну, и другую Медведева не трогать, потому что вдруг там что-то и правда. А вдруг? Ну, мне кажется, что и у депутатов Государственной Думы, наверное, у некоторых. Да, с Навальным тоже разобраться, значит, могли бы проголосовать, что да, мы же не требовали, что там снять, убрать. Мы говорили, генеральная прокуратура должна разобраться. Зайти оценку. Правда или ложь. Все. Но сегодня депутаты Госдумы в составе, там, 405 человек очень испугались такой постановки вопроса нашей фракции КПРФ. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пятого созыва, высказывает у нас свое особое мнение. Сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжаем выслушивать особое мнение Марины Сазонтовой, первого секретаря Кировского горкома КПРФ. Ну и, собственно, вот к вашему назначению и перейдем. Информация появилась, я так понимаю, в пятницу вечером поздно. 8 июня состоялся внеочередной пленум комитета Кировского городского отделения КПРФ. Один вопрос организационный. Алексей Вотинцев, который, я так понимаю, до этого момента занимал должность первого секретаря Кировского горкома, ушел на должность секретаря обкома по идеологии и протестному движению. А вы, соответственно, заняли его пост. Это такая формальная процедура, Марина Сергеевна? Или вот есть необходимость какая-то? Ну, я для себя, например, это оценивала. Во-первых, проблемы со здоровьем у секретаря по протестному, у Владимира Ивановича Сетрова, которая уже длительный период не может выполнять эти обязанности. Движение достаточно, направление очень нужное, в котором большие требуются организационные. Поэтому Алексей Владимирович Вотинцев, который был секретарем по идеологическим вопросам, сегодня будет совмещать. А плюс горком, город достаточно большой, ну, можно на человека много-много навешивать, но результата не будет. Поэтому было принято решение на бюро обкома партии сделать... Распределить полномочия, да? Да, да, чтобы немножко. И, в общем-то, ну, как сказать, мы подставляем плечо, как говорят у нас, да, солдат там партии. Как-то так получается, я никогда ни на какие должности не рвалась, ни в депутатство. Это решение было партийное. Поэтому сегодня, тем более впереди у нас выборы и губернатора, и в городскую думу, впереди президентские выборы. Да, нужно принимать решения, нужно работать, не просто там агитацией заниматься. У некоторых людей, так сказать, слишком большая зашоренность. Лишь бы там войны не было, и, так сказать, ничего другого не слышать, не хотят, или ждут очередных подарочков, наборов и так далее, медалек каких-нибудь. Поэтому очень важно людям доносить информацию, чтобы они решения все-таки принимали сами. Я вот сама терпеть не могу, когда мне навязывают какое-то мнение. Это мы про выборы сейчас говорим, да? Когда человек идет на выборы. Да, ну, это в любом случае, да. И тем более, вот, работать на весь город, мне сочувствуют сегодня, потому что это огромная работа. Можно бы, например, помоложе ребят, но работающих, я буду на общественных началах там работать, да. Если кого-то принимать, увы, у нас нет таких средств, чтобы это была ставка вполне. А на общественных началах сегодня молодежь не может себе позволить идти, потому что... То есть на общественных началах, поясним, человек работает где-то, да, и в свободное-то работа время, он занимается... Дело в том, что сегодня идет буквально гонение, людям угрожаю, значит, если ты собираешься там, или тебе предложили кандидатом депутата от КПРФ, через неделю человек отказывается, тем более там бюджетники или, так сказать, с работодателем на предприятиях, когда только вот информация появляется, ну, и человек сам рассказывает, через неделю приходит и начинает отказываться. Вы знаете, на меня там такое давление в разной форме. Это на работе? На работе, на работе. Это речь идет о возрасте работающих. Поэтому на нашу должность, я не думаю, что я самый идеальный вариант, конечно, будем искать из тех молодых, у нас пенсионерами некоторые становятся и в 45 лет, и других, кто нашу позицию, какие-то организационные способности может помогать, надо пробовать. То есть это не тот пост, на который ты вот занял, и ты сидишь. Не сникур. Да. Поэтому это рабочая лошадка, которую ты должен пахать, пахать и пахать. Работы очень много. В преддверии выборов особенно. Марина Сергеевна, ну давайте, наверное, собственно, к новости сегодняшнего дня. Писала я вам в вопросах, и, собственно, вот сегодня стало об этом известно. Сергей Мамаев, ваш коллега по партии, идет таки на выборы губернатора Кировской области. Решение об этом было принято в пятницу в Москве на пленуме ЦК. Сергей Павлинович был у нас в четверг в эфире, как раз анонсировал, собственно. Такое решение принято. Вы понимаете, Сергей Павлинович обвиняет, что вот он мечется туда-сюда. Было два варианта. Либо Кировская область, и после выбора губернатора, либо Морелла. Когда были выборы Маркелов, где он сейчас находится, есть такой руководитель Казанков, совхоз Звениговский. И когда были еще предыдущие выборы, кандидатов от КПРФ не только, так сказать, какие-то угрозы. На Казанков в машине, который находился, в эту машину врезался грузовик. Казанкова собирали по частям реанимации, так сказать, это было не просто угроза. Это мы про Морел сейчас говорим. Про Морел. И когда в прошлом году у нас, позапрошлом, да, там вот Морел... Были выборы. Я уже начинаю немножко по срокам выборов Морел. Ну, Сергей Павленович ведь пошел не сам. Это было принято решение. Потому что в самой республике никто не соглашался вот так открыто выступать против власти. Они говорили, у нас семьи. Это может нам грозить уже и угрозой, и физическим уничтожением. Например, Казанкова, что, ребята, вы тут не мешайтесь. Но мы утверждать, конечно, не можем, да? Потому что, я так понимаю, доказательств не было никаких, что это было подстроено каким-то образом и прочим. Но, тем не менее, угрозы были. То есть, а это уже было доведено, так сказать, до физического воздействия. Дело в том, что политическая партия, которая не участвует в выборах. То есть, республиканская, если это политическая партия, ты должен участвовать в выборах, выдвигать своих кандидатов. Ну, конечно, должен быть активным. А там результат никто не идет. Поэтому, когда Сергею Павленовичу, вот это было решение ЦК, чтобы и республиканская организация партийная не оказалась вот так, что не участие ей бы поставили в это в минус, было это решение принято. Ну, и то, что результат Маркелов все-таки задержан. Чем это кончится, сейчас я гадать не буду. Поэтому, изучая обстановку все-таки, где Мариэл или в Кировской области, ну, кандидат вроде там нашелся, значит. Решение, что Сергей Павленович идет по Кировской области. Да, будем, так сказать, такой вариант. Он зарегистрировался уже в качестве кандидата? Нет, нет, нет. Дело в том, что у нас проходили пленумы, были общие собрания, и разговор велся. У нас даже был опросный лист. Считаете ли вы необходимы в поддержку Мамаева, если на выборах губернатора? Это было сделано и собрано. Достаточно большое количество подписей. Поэтому, да, это сегодня, пусть новость, но закономерная. Я правильно понимаю, что Сергей Павленович идет от КПРФ? То есть вот та история, о которой говорилось с начала марта, о том, что оппозиционные партии Кировской области как-то соберутся вместе, все-таки решат, что будет некий единый оппозиционный кандидат, эта история похоронена, грубо говоря? Нет, нет, нет. 20 политических партий, которые у нас зарегистрированы, они высказали свое желание поддерживать нашего кандидата. Но первоначально мы свое партийное решение, это все-таки первый секретарь Кировского обкома КПРФ. Мы принимаем решение, остальные, я думаю, что поддержат, это как будет единый кандидат. 20 партий, мы говорим, это какие-то менее крупные партии. И «Справедливая Россия» и «ЛДПР» тоже входят в их число. Ну, во всяком случае, переговоры могут вестись. Не прекратились они окончательно? Я думаю, нет. Вот сейчас, когда уже определился кандидат, ну, с нашей стороны, он еще не зарегистрирован, так сказать, пока идет, но решение наше вот такое, я думаю, уже переговоры начнутся. И здесь очень важно понять, я уже в тот раз говорила, ну, кто «Справедливая Россия» кандидат? Ну, лица нет сейчас. Лица нет. ЛДПР в Кировской области. Ну, от ЛДПР заявлял желание идти Кирилл Черкасов, депутат Госдумы. Ну, это, так сказать, тоже кандидатура. Вопрос в том, насколько он узнаваем в области. Да, да. Поэтому вот пока... Пока ждете? Нет, уже не ждем. Нет, я имею в виду, от коллег по оппозиционному лагерю каких-то, может быть, движений. Ну, да, потому что новость буквально свежая, да, сегодня. Ну, хорошо, пожелаем Сергею Павлиновичу удачи, как бы там, кто не относился, да, и к политике КПРФ, и к Сергею Павлиновичу. Очень важно, чтобы все-таки выборы были конкурентными. Понимаете, они не просто конкурентные, но когда нужно муниципальный вот этот барьер, фильтр пройти, сделан он, так скажем, для того, чтобы административный ресурс работал. Но сегодня по ситуации с нашим временно исполняющим обязанности, встречаясь со многими людьми, очень отрицательная идет реакция. Почему? Ну, обещаний много, а дел пока не видят особых. Обещаний во время его поездок по районам, я так понимаю, да? Да. Ну, подождите, они сейчас программу напишут? Через несколько месяцев будет программа развития Кировской области? Ну, я допускаю, да, как при очередных выборах губернатора, когда копия знамени Победы, я могу это Никите Юрьевичу, так сказать, да, полтора года потребовалось, но не приняли. Ну, а к выборам это вопрос решился. Памятник Шаляпину, не жить, не быть к выборам. Так что, вот, вы понимаете, можно что-то к выборам, тут подлатать дороги, там еще, значит, что-то изобразить. Жить-то нам пять лет впереди, и не будет, вот, так сказать, таких. И больше выборов не будет? А выборов, да, и когда я приезжаю в один из районов, мне говорят, как же так, трое детей при белых, если рождение там второго-третьего, помимо материнского капитала федерального, выделялись областные. Да, а сейчас их урезали наполовину. Но сейчас, я насколько помню, сделали для всех совершенно одну сумму одинаковую, по-моему, 75 тысяч рублей, неважно какой ребенок. Раньше, в зависимости от того, какой ребенок по счету, там сумма была больше. Но я тогда считаю, хотя бы расчет 9 месяцев, то есть, если ребенок уже зачат, так сказать, да, и вдруг говорят по ходу, нет, а мы там это уменьшим, то вы хотя бы силу, так сказать, 9 месяцев-то назад считайте сначала действие нового закона. А то, получается, уже ребенок и родился, говорят, а все, пересмотрели закон. Это ведь тоже не на пользу этой власти, да, этим руководителям области. Поэтому, вот меня это уже пока не касается, но встречаешься с людьми, они задают эти вопросы. Как так? По ходу раз что-то изменилось, вот еще какие-то выплаты там по 5 тысяч, но с 19-го года. Так ведь можно сказать, да, там уже или по дешаху умрет, или ощел. Пока еще этот ребенок родится, пока он еще вырастет до полутора лет. И, насколько я понимаю, там ведь не всех осчастливят этими деньгами. 20, по-моему, 1 или 23 тысячи там, да, на одного, так сказать, члена семьи. Должно быть определенное материальное положение семьи. Так что нельзя, вот я, Фома, неверующая, понимаете. Вот когда много говорят, красиво, прекрасно, давайте посмотрим по делам, что пойдет, что сделано. А обещать, особенно когда перед выборами, тут надо вообще как это вот закрывать и на обещание не слушать. Покажите, что вы сделали, как вам удалось решить ту или иную проблему. Вот после работы в ЗАГС собрания мы выпустили, и даже когда я выступала на съезде партийном, конкретно привела по лесу участкам, когда корректировку проводили после проведения аукциона, или по водозаборным скважинам, чтобы снизить стоимость этих лицензионных. Мы говорим о том, что нам удалось. Но про копию Знамени Победы я говорю о том, как можно принимать наши законы, а потом не следить за их выполнением. На многих ли зданиях 9 мая у нас были Знамена Победы? Далеко не у всех. А так как я в этой теме, у меня это как бы больной смотрю, нет. А где у вас? Я даже сама покупала эти Знамена Победы. Так мы в музей. Я говорю, тогда в музей вы 9 мая можете вывешивать. Конечно. Так что у нас даже за соблюдением уже принятых законов не всегда. Не следят. Не до того. Не до того, да. Сейчас выборы. Надо что-то пообещать. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания 5-го созыва, высказывает у нас свои особые мнения. Две минуты рекламной паузы и вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101-фм. Особое мнение продолжается. Я налапшина и напоминаю, что мы сегодня выслушиваем особые мнения Марины Сазонтовой, первого секретаря Кировского горкома КПРФ, депутата Законодательного собрания 5-го созыва. Ну, выборы обсудили. Я не знаю, стоит ли обсуждать выбор Игоря Васильева единым кандидатом от «Единой России» на праймерис, которые прошли в конце мая. Мне кажется, это абсолютно закономерное решение. Никто иного и не ожидал. Вы знаете, праймерисы тоже можно рассматривать. И нет ли в этом даже уловки для фальсификации выборов. Потому что люди многим тут и пообещали, что пришли, поучаствовали бы с ними, с этим праймерисом. Просто реально власть сегодня всеми своими действиями показывает. И у людей отбивает охоту. Уходи, не ходи, уже все предрешено, все бесполезно. Чем меньше людей придет, тем лучше. Потому что голосов, так сказать, подсчитают. Придет сам кандидат, семью он уже будет избран. Нет у нас процента явки, нет у нас графы против всех. Поэтому... Все убрали. Все убрали, да. Но, тем не менее, мы хотим... И выборы еще в середине сентября, в начале, когда все картошку копают. Мы хотим еще информацию очень хорошую для членов УИКов, участковых избирательных комиссий, территориальных комиссий. Показать очень полезную информацию по 30 уголовным делам, которые рассматривали юридический отдел ЦК. Какие сроки, какое наказание, за какие действия противоправные при фальсификации получили те или иные члены этих комиссий. То есть это такая превентивная мера, я так понимаю, да? Да, чтобы потом не удивлялись, и как у нас было поймано, я сейчас не помню, как из восточных, северо-восточных районов, да, в связи с искренним раскаянием. Никакого раскаяния быть не должно, потому что люди разуверились в честность своих выборов наших. И не ходят. Но пожелаем все-таки, чтобы у нас было побольше реальных кандидатов на выборы. Конечно. Губернатор зарегистрированный, чтобы всех, кто хотел участвовать, всех допустили. Мне кажется, таким образом будет интересно. Ну, хотя бы посмотреть. Хотя бы посмотреть, что будет происходить. Ну, побеждать надо, по крайней мере, переламывать эту ситуацию. Хорошо. К еще одной теме обратимся. Тема тоже, так или иначе, связана с КПРФ. Так вот у нас они сегодня подобрались. Продолжают обсуждать тему установки в Кирове памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. На прошлой неделе, если я не ошибаюсь, появилась петиция в интернете на одном из порталов. Собирают подписи. Петиция на имя Игоря Васильева с просьбой отменить решение Кировской городской думы об установке памятника. Я напомню, что памятник должен появиться во дворе. То есть не в публичном каком-то пространстве, да, а во дворе здания. Дома Георгийской клуб Ленина 97. Да, Совет ветеранов. Это вот рядом с обувным магазином Вознесенский, да, почти напротив филармонии. Тем не менее, несмотря на то, что вроде как территория, ну, такая, изолированная, да, вроде как люди, которые владеют, скажем так, этим двориком, они в своем праве. Вроде как депутаты городской думы тоже ничего не нарушили. Да, вот, тем не менее, продолжаются такие народные, не скажу, волнения, потому что петиция пока не набрала даже 200 голосов. Но, тем не менее, есть некое недовольство. И общественники высказывались достаточно ярко. Здесь несколько можно рассматривать, да, сторон, потому что есть инициаторы, кто, это не случайно, потому что в этом здании останавливался Дзержинский и Сталин. Там даже тапличка висит по-моему. Да, и тапличка, и туда, значит, возлагаются цветы, вот, если годощину рождения Сталина. Дзержинский в ссылке у нас был в нашей области. И бежал. Да, сумел, сумел. Поэтому, я считаю, как исторический момент, почему нет? Сегодня даже речь идет о восстановлении на Лубянке памятника Дзержинскому. Это выступают даже и силовые структуры, потому что это школа, это, так сказать, история нашей страны. И когда кто-то говорит, вот, это не надо, значит, понимаете, нужно уметь делать... Когда критиковали, что там, вот, при большевиках там было это разрушено, это так и так далее. Да, что-то, может быть, это сейчас, по прошествии времени, мы сложно в то время так погрузиться, почему это было и как это сделано, да? Вот. Но почему мы сейчас-то начинаем разрушать то, что есть? Мы, например, поставили хорошо собор на месте бассейна Москва, где там стоял, да? Разрушили. Хотя, наверное, можно было место... Храм Христа Спасителя. Да, можно было, наверное, другое. Нет, надо это разрушить. У нас... Я еще могу там несколько примеров сейчас ударяться, так сказать, вспоминать, да, эти факты. Но меня всегда удивляло, когда вот следом за памятниками они там стояли, да, нужно было убрать. Ну, при Хрущеве, так сказать, одно сметали. Так, теперь нужно... Ну, вот, все возмущаются, Ельцин-центр, который, да, все удивляются, за что нужно было это ставить. У нас переименование. Меня, например, в Казани и в Уфе я была, да, очень просто поразило, то есть невыдуманное. Когда название улицы идет, прежнее, настоящее, да, и еще на татарском или там на... Ну, разумеется, да, в национальной республике. То есть никто не путается. Ну, хорошо, там три таблички. Почему нам две не сделать? Вот знаете, когда вот сейчас я по городу часто пешком хожу, да, люди в возрасте говорят, слушай, а где эта улица? Вот хоть бы это название оставили, вот особенно часто преображенскую, вот это Энгельс. Ну, разумеется, да. Ребята, вот для кого нужна была эта путаница? Она была 70 лет, да, и так далее. Сохраните название, которое оно есть, покажите, как оно называлось раньше. Мы будем знать историю, но, по крайней мере, не будем в адресах путаться, которые на сегодняшний момент, вот такие волнения, там, еще какие-то четыре улицы собираются переименовывать. Мне вот рассказали, знакомая, вот недавно из Слободского вернулась, да, улица Булатова. Это, говорит, в ужаснейшем состоянии. И вроде мы все там сейчас поднимаем насчет Булатова, а улица, которая носит его название, в безобразнейшем состоянии. Так, может, этим надо заниматься больше, а не торопиться. А, кстати, то, что касается Совета по топонимии, да, ее членом являлся и является, потому что перевыборов не было. Женихов Виктор Николаевич, но в последнее время его вообще не приглашают на заседание. А вот так. А почему не приглашают? Так что вот здесь тоже какие-то, вот выгодно, значит, можно пригласить. Если неудобный человек, значит, наверное, не надо приглашать. Мне кажется, Виктор Николаевич как раз за установку, наверное, памятника Дзержинскому бы голосовал по последнему вопросу. Наоборот, выгодно было его позвать. Но, по крайней мере, по топонимии вот у нас при городской администрации, да, существует. Вот он, только что мы с ним тут пересеклись, он сказал, что даже не зовут. Марина Сергеевна, вот, то есть вы в установке памятника Дзержинскому ничего страшного не видите? Абсолютно ничего не видите. А как же быть с теми людьми, которые говорят, что вот, ну, тут вопрос даже не в том, сколько было разрушено. То есть обвиняют человека в гибели большого количества людей, невинных. Вы знаете, невинность, она определяется всё-таки... Невиновных, не знаю, как верно сказать, да, всё-таки. Вот, понимаете, мы можем сейчас, находясь в таких цивилизованных условиях, да, в помещениях, оборудованных, рассуждать. А как это было? Ну, вот, хорошо, Ленский расстрел, да, когда церемония была вхождение в царствование на Москву, под Москвой, вернее, там, да, сколько там тысяч людей погибших было, да, сейчас у нас пытаются им снова памятники поставить. Хотя просто вхождение в должность там, да, в царствование люди уже гибли. Ленский расстрел. А Николая II, он там, значит, собирается памятники ставить. Дело в том, что... Николай II у нас ещё и канонизирован, я напомню. Ну, это уже, так сказать, тут можно многих, да, кто-то сейчас тоже призывает и к монархии в очередной раз. Нельзя в истории со слагательными, если бы и кабы. Вот, когда я в блокноте, у меня тут один молодой человек говорил, вот, они приходили, отбирали последнее. Я говорю, ну, ладно, вот мы сидим в таких, у нас мы сыты, мы, не голода, так сказать, в тепле и прочем. Но ты только что зашёл в избу, где вот ребёнок уже умерший, там, мать, там, или ещё, да, с голода. Ты заходишь там кулакам, как вот их называли, где всё, они явно прячут. Вот после увиденного ты как будешь относиться? Мы на эмоциональном, и не было, так сказать, дипломатических, да, это были... Но время было тяжёлое. Время тяжёлое. И когда рассматривать, как Дзержинский себя вёл, когда был тот же террор против коммунистов, большевиков, их тоже убивали, уничтожали, и все эти были, так сказать, тоже никуда не деться. Поэтому сидеть, как говорится, вот сейчас так рассуждать, как оно было, ну, наверное, не случайно, вот в наших органах, там, ВЧК и так далее, они ценили. То есть он, по крайней мере, справедливо поступал на тот момент, который вот в тех условиях было. Сейчас несправедливо. Ну, давайте, а сколько несправедливо тогда, уж извините, Путин, вот сегодня утром, когда я к вам сюда шла, что 25 миллионов россиян в один день оказались иностранцами, когда развалили Советский Союз, и в том числе, вот, так сказать, День независимости, тогда Россию попраздновали. Это кто? За это кто отвечает? Вот у меня знакомая учительница из Казахстана, которая вынуждена была, ей хватило денег, хотя она в городе жила, только на то, чтобы в каком-то посёлке купить себе какое-то жильё, на больше у неё не было средств. В Россию она переехала? Конечно, она вернулась, потому что она русская и к своим. Вот, а сколько было в 90-е годы люди брошены, и, так сказать, и сколько было погублено? За 94-й год там в Чечне кто будет отвечать? И когда у нас, помните, по, ну, как говорится, война не закончилась, пока не похоронен последний солдат, у нас с вами, пожалуйста, ребята поднимают, да? А в Чечне, когда уже современные условия, да, и то, сколько было без вести, уже там на генном и на каком-то уровне пытались всё это установить, кто за этих ребят отвечать будет. За всё нужно, да, но из этого надо, я считаю, извлекать уроки. А сегодня, к сожалению, далеко про эти уроки-то забывают, наступая на те же грабли. Марина Сергеевна, только один вопрос, буквально минутка остаётся. Вот в случае, когда возникает инициатива подобного рода, да, переименование улиц, там, возвращение исторических названий улицам, появление какого-то памятника или, наоборот, снос, там, да, не дай бог, какого-то памятника. Как вам кажется, всё-таки вот эти решения надо принимать каким-то одним человеком, единолично, да, кто-то вот авторитетный должен принять решение, да, будет так? Или всё-таки надо устраивать какие-то общественные обсуждения? Ну, вы знаете, я не могу, как бы, историю вопроса, кто выступил с инициативой, но, в принципе, депутаты городской думы, они представляют своих избирателей, и, может быть, прежде чем голосовать, наверное, они должны были посоветоваться. Обсуждение, ну, это, так сказать, уже показывает, как работает депутат. Или он общается с избирателями, потому что вот прежде, чем мне с какой-то инициативой выступить, я всегда советовалась. Может, это идея фикс, надо отложить. Или не вовремя там, да. Если такого совета нет с избирателями, но обсуждение. Сегодня в них тоже не очень верят. Когда голосовали, Киров оставит там больше под 80%, по-моему, да. А вот всё равно, так сказать, вот, а потому что есть недовольные. А вопросы возникают? Да, поэтому это оно будет возникать. И 200 — это, наверное, не то количество, которое «за» поступает. Всё-таки надо, наверное, как-то нам договариваться, да, стараться как-то договариваться, в том числе по спорным вопросам. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат законодательного собрания 5-го созыва, была у нас в гостях в особом мнении. Я, Анна Лупшина, прощаюсь с вами. Марине Сергеевне, спасибо. И вам всего доброго. До свидания. До свидания.